Мы обязательно с тобой переберемся в Крым. Внимание! Говорит Москва! Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза! Когда объявили, что началась война, папа тут же пошел в военкомат. Он был командир взвода, а звание старший сержант. И убили его сразу же, осколком снаряда какого-то. И друзья написали маме, что он погиб сразу, не страдал, не был ранен. Мы долго искали, где он вообще похоронен, ничего нигде не было написано. Ольга Бармина не может посетить ее родственник. Она попросила Татьяна, чтобы узнать, где он был убран. И вот благодаря интернету мне удалось найти информацию на сайте, что он погиб недалеко от села Баксы и там же похоронен. Они здесь, главное, что не по алфавиту идут все фамилии там. Все вперемешку как бы. А, нашла! Вот! Мишенин Василий Васильевич, старший сержант. Вот он. Вот его фамилия. Просто прелесть. Танюш, ты такая умница. Такую сделала работу большую. Очень хорошо. И вот он писал, что, когда он был на Таманском полуострове, что ни нули, ты даже представить не можешь, какое-то прекрасное место. Если я останусь жив, и ты, и Олечка, мы будем жить только в Крыму. Я появилась в Крыму 5 марта 71-го года, а мама приехала в 85-м. И мама упокоилась здесь, то есть они в одной крымской земле лежат. И в Крыму 5 марта 71-го года. Я помню одно. Все время хотелось есть. Никакой другой мысли в голове и не было. Зимой еще холодно. Сожгли все половицы в доме. Съели все обои. От голода умерла мама, сестра, от бомбежки погиб отец. Я один. Мне всего 7 лет. И нечего есть. Я лег на кровать, укрылся стареньким одеялом и стал ожидать смерти. В полу-бреду мне снилось яблоко. Красное, сочное. Я даже чувствовал его запах. Я протягивал руку к этому яблоку. И не мог до него дотянуться. Вот же оно. Рядом совсем. Я почти могу его откусить. Крики соседей разбудили меня. Умерла дочка дяди Вани. Мы с ней вместе ходили в школу. Вот бы и мне так. Умру. И голод пройдет. Уже ничего не будет хотеться. В детстве не помню таких случаев, чтобы отец очень часто и помногу, и подолгу рассказывал о войне, облакаде Ленинграда. Видимо, я так понимаю, ему тяжело было об этом вспоминать, что самую тяжелую зиму блокадную он не был эвакуирован с семьей. Папа один ребенок, родители и бабушка. Может быть, они думали, что это надолго не затянется. И очень тяжело, конечно, для моего отца был вот тот факт. Ему пришлось с мертвой матерью спать около трех суток. В постели, в промерзшей квартире, кутаясь в одеяло, холодно. Он уже был ослабленный, он уже не мог встать сам. И дворник его спасла. Так получилось, что приюта он в Ленинграде не нашел. И тогда он поехал к своей тетушке в Воронежскую область. И они его приняли в свою семью, как своего. Отец, он понимал, он ощущал, что он считал себя нахлебником. И он рассказывал, что он даже собирал ягоды, в кулечках приносил эти ягоды к поезду. И в кулечках продавал эти ягоды, чтобы копеечки отнести своей тетушке, чтобы копеечки вернуть ей. Поляня-Зори town Поляня-Зори town is on the Kola peninsula within the Arctic Circle. Екатерина wanted the townsfolk to be able to carry their own relatives' portraits along the main street on the 9th of May. That's why she became the Immortal Regiment Coordinator in Поляня-Зори. Речь о том, чтобы кардинально менять и убирать георгийскую ленту внизу, мы не ведем, правильно? Нет, ну ее лучше оставить, потому что она это отделяет и, в принципе, нормально смотрится. Это было случайно, когда я впервые узнала про бессмертный полк. Я так обрадовалась. У меня в одну минуту возникло желание. Вот хочется мне быть координатором. Лиза, Лиза, ты смертный полк вообще так делаешь. Что это у нас? Напогало. Не надо так делать. Чтобы не допустить этой войны, мы должны о ней помнить. Мы должны помнить родных, которые в таких тяжелейших условиях завоевали победу. Ведь это как испытание совести, что ли. Получается так. И скажет мне, здоровый шкет. Тебе я дам... Продолжила мне, значит, как бы тоже поучаствовать в этом. Ну, согласились. То есть отнесли фотографии и сделали вот эти штендеры. Вадим Мининс, grandfather Павел, died in the war. The family only has one photograph of him remaining. Это было где-то в преддверии 9 мая. Сестра мне звонит, говорит, я зашел на страницу бессмертного полка. И там, говорит, наша фотография. Ну, в смысле, вот эта маленькая, которая была у нас, фотография дедушки. Только там она большая. Страница-то была бессмертного полка Калужской области. Подписана эта фотография была, значит, Семенова Татьяна, внучка. Ну, мы подумали, что, может быть, у него там до войны была семья. Что-то не знаем. Вадим и his sister started looking for Татьяна Семенова. И тут я, стоп, подождите, еще раз, еще раз, зачитайте мне, говорю, еще раз. И вот у меня телефон в руках, набираю номер, и смотрю, набрать, не набрать, что скажу, как скажу. И первое, что вот я набираю, говорю, алло, это Таня с Калуге. Я говорю, я твоя сестра. Все, мне так кажется, первые пять минут мы просто плакали. Мой дедушка познакомился с бабушкой на рыбачьем, в полярном, ушел в поход, погиб на эсминце. То есть название эсминца, даже название не знали, он уже потом из книг прочитал, что на Северном флоте погиб всего один эсминец дедельный. Когда мы сели, пили чай, говорят, ну что, пазл-то сошелся, наверное, сейчас сверху они смотрят и говорят, молодцы, они сошлись вместе, они все, они вот, мы нашлись. То, что вот, может быть, даже все успокоились, все вот. Смотрят у нас дедульки сверху, они говорят, ну все, вместе, как хотели. Погода с каждым часом ухудшалась. Налетались снеги, снежные заряды, видимость становилась нулевой. Второй день стоим на рейде. Вчера потопили еще одну подлодку. В этих водах немецкие подлодки так и кишат. Погода, погода испортилась совсем. На море шторм. Стремлюсь душой к тебе. Особенно тоскую, когда идет снег. Он как, он как белый забор, разделяющий меня и тебя. Через неделю должны прийти в наш город. У меня будет целых три дня выходных. Целых три дня для нас. Наш первый Новый год мы отметим вместе. Когда закончится война, у нас еще будет много наших праздников. Но я знаю, что следующий год будет особенным. А пока белой стеной идет снег. Не грусти, родная. Я вернусь. А снег скоро закончится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok